18-летняя Таня Овсяникова – будущая медсестра. На каникулах учащаяся медицинского колледжа не поехала в родной Рогачёв. Девушка решила освоить азы профессии не в теории, а на практике. Почему бы и нет, ведь за желание быть лучшей в своём деле поощряют деньгами. И пусть здесь нет прямого контакта с пациентами, зато какой опыт – поработать бок о бок со специалистами родильного дома. Я не лечила в детстве игрушки, просто, да, я как-то начала смотреть сериал, начала втягиваться, мне понравилось, я решила действительно поступить. Попал очень хороший коллектив, добрый, все хорошо относятся друг к другу, мне очень нравится. Работает Татьяна в оперблоке с 8 до 16, 5 дней в неделю. Подготавливает биксы, помогает санитаркам во время операции, выносит медотходы и делает генеральную уборку. Во всём старается, ведь после получения диплома распределиться хочет именно сюда. Кстати, медперсонал будущим специалистам доволен. Очень довольна её работой, потому что работа медсестры очень такая сложная, интересная. У нас в оперблоке она выполняет почти основную работу санитарок. Девочки, конечно, её поддерживают, помогаем, мы её научили. Но так как они подготовлены, она знает основную работу и она делает всё, что надо. Также провести лето с пользой решили ещё шесть учащихся медколледжа. Все они подрабатывают в разных отделениях роддома. Всего же в организациях города сегодня трудится более 300 парней и девушек. Созданы производственные, медицинские, сервисные, экологические и сельскохозяйственные бригады. Их пополнили учащиеся Бабруйских колледжей. Был отряд, работал на вторых европейских играх. Работали они на заправочных станциях Бабруйского района. Оказывали помощь при увеличении потока гостей и туристов. Для бойцов студенческих отрядов существует такое материальное поощрение. У них не отчисляется подоходный налог. Поэтому получают они, пусть не намного, но больше по сравнению с обычными работниками. А у лесотехнического колледжа вот уже на протяжении 10 лет собственный студенческий отряд. Во время каникул парни и девушки заботятся о своём же комфорте в новом учебном году. Красят парты, полы, коридоры, фасады и забор по периметру. За каждый час у старательных маляров фиксированная плата. Всё зависит от нагрузки и возраста. 17-летняя Катя Кушевич трудится все 7 часов. Для неё, говорит, работёнка не пыльная. Ведь цену заработанным деньгам она знает уже с 14 лет. Вообще, в принципе, мне нравится красить. Это как-то расслабляет. Что-то мучиться, мажешь и мажешь. Ну, как бы... Ну, тут, конечно, да, есть свои нюансы. Не вымазать никуда-то, не туда пойти, там, ещё что-то. Но это уже так, привычное дело потом. Финансирование работы в летний период в лесотехническом колледже берёт на себя центр занятости. В 2019-м на это выделено 5000 рублей. 50% идёт на закупку материала – красок, кисточек и перчаток. Остальная часть – оплата труда. И если в прошлом году желающих потрудиться было 15, то в этом уже 23. Каждый год у нас имеется стройотряд. Стройотряд этот с каждым годом увеличивается. Количественно и качественно, естественно, потому что выделяется больше денег. Естественно, есть возможность набрать больше детей и занять их в летний период. Для 18-летнего Вани Кулик эта подработка тоже не первая. Каждый год на каникулах учащийся уже четвёртого курса ставит цель и собирает на её реализацию деньги. Этим летом парень планирует покупку бюджетного автомобиля. А пока в процессе сдаёт на права. После подработки здесь пойдёт на фондок. Там же пройдёт и производственную практику. Работаем мы пятый день. Работа несложная, ну и нелёгкая. Сделали уже много работы вообще. Забор покрасили весь. Вход, цоколь колледжа. Сейчас вот трибуны красим. Так, работа несложная. Нравится. Кстати, качество работы студотряда отмечает и администрация колледжа. Говорят, ребята работают наравне с квалифицированными специалистами. Сразу видно, делают для себя. Оценить косметический ремонт в учреждении образования уже через 42 дня смогут и остальные учащиеся, которые вернутся с каникул. Мария Бересневич, Максим Галёнко. Итоги недели.